Всем привет! Сегодня у меня будет тяжеловатый день, потому что у меня он полностью есть в разъездах. Сейчас я иду в центр, мне надо пойти в банк, потом надо еще в одно место съездить, потом еще в одно, еще в одно, очень-очень много всего надо сделать. А еще чего я хочу? Я хочу сегодня повезти Дашу к нам в район, и чтобы она поиграла с своими друзьями, с ее подружкой Дианкой. Вот еще по поводу школы вы мне писали, я хотела вам сказать, почему мы поздно обратились, там очень много комментов, потому как мы были не уверены, что мы будем жить в этом доме. Это во-первых. Во-вторых, Дашу берут в школу, все там хорошо. Там еще был такой коммент, что типа мы нажаловались на директора в департамент. Это не так, ребята. Никто никого не нажаловался, просто директор сам сказал, ребята, у меня руки связаны, поэтому не хотят, типа, рассоединять класс. Говорит, я бы взял вашего ребенка с удовольствием. И просто от Костик туда съездил, ничего там такого не было. Она сказала, хорошо, мы решим ваш вопрос. Она нам перезвонила через некоторое время, после обеда это было, по-моему. Вечером. Да, под вечер ближе. И сказала, что, ну, вашего ребенка зачисляют. Вот и все. А о том, будем ли мы переводить или не будем, мы еще задумаемся. Потому как мы съездим в район, поговорим с Дианой, это лучшая подруга Даши. Почему с ней? Потому как если эту девочку будут тоже переводить, то я уверена, что Даша даже без сомнений переведется в эту школу. Поехали. Посмотрите, как мы ходим с мужем. И так всегда. Он идет впереди, услышал, остановился. А я иду сзади. Длинноногий ты мой. Так что не видно, что маршрутки еще нет. Ну что же, сделала я все свои дела в центре. Теперь мы с Леной приехали в эпицентр. Все-таки я хочу посмотреть для Даши парту. Я еще не знаю, будем мы ее убрать или не будем. Потому что я хочу посоветоваться с Костей. Что он скажет, какую бы он там может посоветовал, выбрал. Ну, а посмотреть, в принципе, можно. Поэтому хочу посмотреть сейчас, так как мы все равно сюда сейчас приехали. Так что идем смотреть. Знаете, как говорят, и хочется, и колется, и мамка не велит. Примерно у меня сейчас такое чувство по поводу этой парты. Не знаю. Лена, ты же там что, ломаешь, да? Идет, ломает. Слушай, и стуль, я смотрю, тут тоже детские прикольные. Нет, так у парты отличный стул, он регулируется. Он поднимается. Да, тебе не нужен отдельный. Он отличный, и спинка нормальная, хорошая. Да, парта красивая, я не спорю. Она вызывает желание сесть и учиться, учиться, учиться. Вот я тебе серьезно говорю. Ну, что же, мы уже много чего обговорили, хотя, наверное, мой муж меня придушит за то, что я беру без него. Но не могу с Леной, конечно, не согласиться, потому как эта парта действительно, она хорошая. И для Даши она и так немного, вот тетя Алла говорит, что Даша немного даже сутулится. Поэтому ей надо по-любому хорошее место, где она будет сидеть и делать домашнее задание. К тому же она небольшая, и места будет занимать не так уж и много. Можно поставить в любом куточке. Или это у Даши в комнате, или это в другом месте, так как здесь есть лампа. Ну, то есть, достаточно света будет и всего остального. Поэтому, наверное, все-таки будем брать. Вся проблема в том, что под эту парту нету стула. То есть, стул сюда не идет. И это очень странно. Да, это очень странно. И тут, короче, Лена говорит, я уже разочаровалась, говорю, Лен, парта как бы не дешево стоит. Давай, говорю, я ее, наверное, брать не буду. Она говорит, нет, давай, будем, давай лучше, типа, этот, будем выбирать стул. Короче, как-то так-то, выбираем мы стул. Стул тоже надо еще попробовать, чтобы подошел. В принципе, да, опускается. Этот плохо опускается. Видишь, там у меня не поместится. Надо этот брать. Вот этот хороший, он, кстати, удобный. Вот, конечно, красивее, но... Подожди, ну, они не встали. Ну, да. Он поднимается. Подожди, так парта тоже же еще вверх может подняться? Конечно. Так парта вверх поднимается. Да, ну, вы можете ее поднять? Короче, оказалось так, что это последний экземпляр парты. И поскольку нас не все устраивает, стула нету. Лена попробовала эту лампу, она шатается. Она как-то скрипит, да. Да, можно такую модель в интернете поискать. Да, так что мы не будем горячку вать. А в эту я сегодня поеду, заберу. Там, где мы с тобой договаривались. Мы не алфавит берем, а таблицу умножения. Таблицу умножения, боже мой. У меня мозги же кипят. Я уже забыл какой день сегодня. А мы заехали на детскую площадку. И посмотрите, как мило гуляет Лена с Алисой. Все детки наверху, короче, катаются. И Алиса бесстрашная. С Леной по верху ходят. Ой, это так мило вообще. Главное, в ту сторону Алиса и шла по этим, ну, по палкам, которые шатаются. А назад идет по ровному. Аварийная площадка. Аварийная, да, Лен. Там горка вообще как-то она забита чем-то. Там гордика. Да, нету бортиков. Это, конечно, стрёмно. Это действительно очень аварийная горка. Смотрите, с одной стороны. Здесь нету бортика, и она забита. Деревяшка, чтобы с нее не съезжали. А та, тоже, видишь, нету бортика. Капец. А здесь за середины нету, видишь. А там вообще стрелого. Капец какой-то. Алиса, что за непорядок, а? Почему их не ремонтируют, непонятно. Не знаю. Это реально травмоопасно. Да. Алиса просто неугомонная. Она прикипела к этой горке детской. Сюда и залазить. Она не хочет там, где все детки. Она предпочитает сразу, сразу съезжать. Лена ее придерживает. Смотрите, какая она счастливая. Что там рассказывает. Катается вовсю. Смотрите, Лена свою методику вырабатывала. Вырабатывала. Довольная. Она аж мурчит возле Лены. Счастье-то какое. Что-то рассказывает. Пытается рассказать, доказать. А вот этот коврик очень под ногами скользкий. Алиса уже так несколько раз коленком. Алиса, девочки едут. Девочки едут. Здесь наконец-то. Аккуратно. Аккуратно. Давай, Надюш, я ее поддержу. Да, будет стремно. А здесь тоже, видите, опасно. Ничего нет? Амелина, спеши, я хочу девочка. Села? Давай, спеши. За ручку хочешь, не бойся. Ой, все-таки, все-таки. Да, она поняла. Теперь ее вообще прям она лазит. Да, но ей это нравится. Но правда, тут не все безопасные, Лена. Ну, это не совсем для его. Ну, да. Ну, а горка, ей нравится. Ну, а горка, ей нравится. Валя, ты. Не, ну, на себя, ты, ну. Давай, не бойся. Не бойся, боюсь, говорит. Боишься? Боишься? Ой, молодец. А, ну, счастье-то какое. Ну, я уже приехала домой и снова сейчас буду уезжать. Но уже не одна. Я буду ехать с Дашей, с Костей. Да. Вот. Мы едем в район. Ура, наконец-то. Даша наконец-то увидится со своей подружкой Дианой. Так что погнали. Мы уже приехали в район. Даша тут звонит своей подружке Диане. Назначает встречу. Тут идет уже все Диана навстречу. Тут Саша уже идет. Костя ему навстречу бежит. Диана, привет. Привет. Как твои дела? Нормально. Нормально? Окей. Сашка, ну что, мы тебя разбудили, наверное, да? Пойдемте там чуть-чуть, тенечки постоим. У нас для тебя есть сюрприз. Маленький-маленький подарочек. Серьезно? Да. Короче... Сейчас покажу. Сразу снимать, сразу снимать. Не будем тебя, не будем. Это держи, Аньке передашь. Вау, просто. И еще одна тут что-то. Я тут что-то думаю. А где она, кстати? Спит. Спит? Да. А надо было с ней пить. Нет, просто она спала. Да не, пускай спит. Ты спишь, и ребенок спит. Не, не снимай, не снимай его. Сейчас увидишь. И это тоже еле нашла в этом рюкзаке. Спасибо. Диана, мы не сильно будем долго, но часа два у вас точно есть. Два-три. Вы же здесь будете где-то, Диан? Да. А телефон у тебя с собой, если что? Потому что Даша свою забыла, я если что позвоню. Да. Окей. Ну что, Саша уже примерил? Саш, ты черепашка-ниндзя? Прикольно. Слушай, такое что. А если бы ты еще не сутулился, было бы вообще, тебе цены, наверное, не было бы. Да. Так, красавчик. А ну, повернись спиной. У меня подходит, возвращай обратно. Очень смешно, Костя. Да, вот здесь немножко не сгорбься, и будет все хорошо. О, отлично. Так, красавчик. Спасибо. Ну, ты довольный? Да. Ну, я рада, что ты довольный. Настя, на здоровье. Спасибо. Даша пошла играть с Дианой, а мы с Наташей посидим здесь тоже рядышком на лавочке, потому как, знаете, телефон телефоном, но если ребенок где-то далеко от себя находится, потом я нервничаю. Мы уже приехали домой. Даша забрала свою фиалку. Да. Бину сразу давай ее обследовать, обнюхивать. Что там еще набрала целый пакет себе? Даша, как впечатление? У меня даже, по-моему, уставший не... Честно, я вообще устала. А я думаешь, не устала? Устала, я вижу по тебе. А завтра, дорогие мои, мы будем ехать снимать в Бэту Скул. Пап, ты забрала свою игрушку. Это то, что пися и да там кушать просит. Я поняла. Это что? Вот еще одна фиалка с Элизи. Еще что? Вот кукла. Короче, Даша, ты набрала своих кукол. Лору. Еще одна куколка такая. Ой, короче, я на этой квартире не скучала. Вот у куколи не было. Вот еще. Самая с бабушкой решила. Вот Леди Баг. Я Леди Баг. Стремная она, конечно. Ну, немножко. Короче, Даша, ты забрала свои вещи. С собакой. С барабанком. Такой она такая. А вот эта вот кукла. Я вижу. Ну, я поняла, кормят. Ну, так. А то еще, чтобы пакет. Тапочки. Тапки свои забрала. Раз. Кстати, да. Два тапки, три тапки. Ну, а что? Не, не, правда. Кстати, Даша, да, правда. Все, ты забрала тапки. Самая необходимая. А это что? Ой, а это что? Интересно? Ну, уже да. А, может, мне нужно не знать. Я сама сначала думала, что это... Так у тебя, подожди, Даша, было два пакета. Это ж только один ты открыла. Ой, это гонетический песок. Да. Делать с собой. Я поняла. Прикольно. А второй пакет где? Забрала бы, я нашла бы, рабочую каску папы. И не только каску папы, а свою вот эту. Понятно. Ну, еще мы по дороге купили дыню. В том пакете тоже лежит. Смешная такая. И фиалку твою. Поставим сейчас на окно к твоему вазону. К тебе? Да. Ну, забирай. Ко мне в комнату это все нужно будет притусовать. Так а на сегодня. Давай уже завтра, действительно. Уже все мы устали, если честно. Идем мыться и ложиться спать. Да. Ну что, зайка? Всем пока. Всем пока, люблю вас. До новых встреч. До новых влогов. М-м-м. Угу.